Добрый вечер, на часах 19.00 и в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Красноярцы жалуются, во дворах стали пропадать мусорные баки. В управляющей компании жителям ответили, что их украли. В машине скандального подрядчика по отлову собак нашли трупы животных. И девушка, которая спасла пенсионерку от сердечного приступа, нашлась. Алина, это ты или не ты? Да вы что? Расскажем, как прошла встреча пенсионера со спасительницей его жены. Кому понадобились старые мусорные баки? Жители Октябрьского района жалуются в нашу редакцию, что из дворов у них массово увозят контейнеры. Вокруг оставшихся в результате горы мусора. Почему старые баки вернуть не получится, оплатить за новые придется самим жильцам, знает Регина Баймухаметова. Не соблюдают график уборки и вывоза мусора, так еще и баки пропали. Из шести контейнеров на Попово остались три. Половину кто-то увез в конце марта. Степан председатель дома. И в его северо-западном районе говорит, последний месяц баки исчезают регулярно. Там пропали, там пропали. Я с одним из председателей общался по этому поводу. Она мне задает вопрос, а у вас не пропали баки? Я говорю, ну пока еще нет, как бы со смехом. И думаю, дай проверю в этот же день. И, ну, обнаружил, что пропали новые баки. Кто забирает контейнеры, в управляющей компании жильцам объяснить не смогли. В итоге уже в полдень баки полные, а к вечеру отходы приходится складывать возле них. И такая ситуация в разных районах города. Вот, например, улица Новгородская. И в контейнеры поместилось в десятки раз меньше мусора, чем лежит вокруг. Такая вот живописная помойка с видом на Енисей. Мусорный оператор знает, что на левом берегу пропадают баки. Уже подсчитал, что нужно остановить целых две тысячи. Но сделать это самостоятельно не может по закону. Указанные расходы, не заложенные в утвержденном тарифе на приобретение контейнерного оборудования, именно в тарифе, это установлено для регионального оператора. И организация работы по обеспечению необходимого количества бачков на контейнерных площадках – это все-таки в первую очередь задача управляющей компании. Управляющие компании говорят, контейнеры увезли подрядчики, которые занимались вывозом отходов до мусорной реформы. Это их собственность. Вот только кто должен ставить по закону новые, крупнейшие в городе УК ЖСК спорят с мусорщиками не один месяц. И предлагают два варианта. Или на баки все-таки потратится мусорный оператор, или жильцам придется самим проявить инициативу. Для этого от жителей нам потребуется протокол общего собрания собственников, которым они прописывают приобретение мусорных баков и устанавливание в источник конферентирования, накопление на счете дома. При этом непредвиденные расходы, похоже, ждут только жителей левого берега. По словам правобережного оператора, проблем с баками у него нет. Ведь до реформы руководитель компании уже занимался вывозом мусора. Он забрал свои контейнеры и докупил новые. Региональный оператор может тратить 1% от НВВ на приобретение контейнерного оборудования. Конечно, единственный момент в том, что эти средства региональный оператор сможет вернуть только в 2021 году. Мы ничего в этом страшного не видим. Но пока на правом берегу экономят деньги клиентов, жители левого готовятся раскошелиться. Цена одного бака около 20 тысяч. Оплатить можно из средств, предназначенных на текущий ремонт. Регина Баймухаметова, Владимир Фетисов, Валерий Чащин, 7 канал. Час назад закончились общественные слушания по строительству храма в сквере Набаумана. Напомню, это место много лет пустовало. Площадку привели в порядок только к 35-летию района. Там высадили деревья и установили тренажеры. Теперь епархия хочет разместить в сквере часовню. На слушаниях сегодня побывал мой коллега Денис Козлов. Денис, добрый вечер. Расскажи, какие мнения высказывали пришедшие и вообще, как в итоге проголосовали? Юля, ну начну с того, что было не протолкнуться. Пришло 240 человек, это по информации управления архитектуры. И мест не хватало не только в зале, но и сидячих, и стоячих. Видимо, новость о строительстве нового храма князя Владимира, так он будет называться, сбудоражила многих горожан. Напомню, он будет практически напротив нашего телеканала. Причем участок, где планируется строительство, обустроили совсем недавно, 5 лет назад. Кроме того, здесь асфальтировали дорожки и высадили три сотни деревьев. В общем-то, за судьбу благоустройства люди в основном и беспокоятся. Вот, посмотрите, какую бурную реакцию вызвало у людей обсуждение строительства храма здесь. Забавно, что те, кто по соседству со сквером не живут, высказались за строительство храма. Хотя, казалось бы, ездить отсюда им будет далеко. Те же, кто живут рядом, высказались против строительства. Многие прожили здесь всю жизнь и уже родную землю отдавать, соответственно, не спешат. За сохранение целостности парка были и те, кто сюда ездит издалека, потому что гулять им попросту негде. Собирается очень много народу. Там спортивные площадки, люди приходят просто заниматься. Если будет, то место-то нам не останется. И зачем там надо? Вы представляете, с детьми гуляют. И мы будем там, и там храм. Ну зачем там, какое место? Мы заработали премиальный грант 150 тысяч рублей. Мы потратили на то, чтобы в сквере в этом благоустроить. Купили, значит, очень много цветов, рассадили семена. Мы купили там тренажеры. Большинство людей выступало именно за сохранение зеленой зоны, не против храма в целом. Предлагали перенести его в другое место, а заодно и благоустроить территорию вокруг, там, где это необходимо. По сути, для местных жителей это единственное место, где можно было прогуляться. Повторюсь, изначально, как говорят общественники, сквер был защитной зеленой зоной от телевизорного завода. И ее судьба сейчас как раз-таки под вопросом. Площадь сквера 7333 метра. Под храм конкретно изымается 1993 метра. Теперь скажите мне, каким образом можно построить какой-либо объект, в том числе, возможно, коммуникация к нему электрические, как минимум, не задевая, не затрагивая деревья. Архитет храма уверяет, что растительность пострадает по минимуму, сколько деревьев придется вырубить, правда, при этом не уточняет, но говорит, что храм будет небольшой. Немножко, да. Кочень застройки составит 21% от этого участка. Голосовали за или против горожане при помощи специальных бюллетеней. Голоса посчитают 24 апреля, тогда официально и подведут итоги слушаний. Добавлю, что несмотря на эту процедуру обсуждения, окончательное решение о судьбе храма примет специальная комиссия. Она состоит из мэра города, депутатов горсовета, а также архитекторов. Ну и мне что-то, Юлия, подсказывает, что храм все-таки будет, потому что власти ни разу, по-моему, на моей памяти не выступали против строительства подобных сооружений. Ну, выводы пока делать рано. Посмотрим, как пройдет голосование. Денис, спасибо. Это был наш корреспондент Денис Козлов о общественных слушаниях по поводу строительства храма на улице Баумана. И к другим темам. В багажнике автомобиля скандального подрядчика по отлову собак нашли 11 трупов бездомных животных, сообщают зоозащитники. Все произошло накануне вечером в Абакане. По словам общественников, машину Виктора Версяцкаса остановили полицейские. При осмотре правоохранителя нашли тела собак и пневматические винтовки. На место вызвали следственную группу, но задержанного в итоге отпустили. Зоозащитники говорят, что Версяцкас убивает не только уличных псов. Якобы некоторые хозяева на фотографиях узнали своих питомцев. Версяцкас раньше занимался отловом собак в Красноярске. Тогда зоозащитники обвиняли его в живодерстве. Позже его отстранили от торгов и внесли в черный список. Сейчас он работает подрядчиком по отлову в Минусинске. Сам Версяцкас сегодня ответил нам, что собак не убивал. У него даже нет оружия для этого. Он усыпляет животных ветеринар, причем гуманно, использует медицинский препарат. К обвинениям зоозащитников относятся негативно. Считают, что активисты все выдумывают и таким способом хотят отобрать контракт на отлов животных. Ну а почему мы должны прекращать свою деятельность? На законных основаниях продолжаем работать. Мы поймали этих собак, приехал ветеринарный врач, осмотрел этих собак. Там у нас были как живые собаки, так и трупы, когда наши машины изъяли. Ну а если у вас есть свои новости, отправляйте сообщения на вайбер или ватсап седьмого канала. Номер телефона 8-391-2900-333. Мы постараемся помочь. А пока идем дальше. В Красноярск ждут ветреные и дождливые выходные. Уже завтра температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов. Однако и воздушные потоки заметно усилятся. Ожидается порывы до 20 метров в секунду. В воскресенье погода ухудшится, днем плюс 8. Все выходные синоптики прогнозируют осадки, а в ночь на понедельник заметно похолодает. Температура опустится до минус 7. В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, может выпасть снег. Дневные и ночные температуры будут близки к нулю. Отменить перерасчеты за отопление предлагает депутат Заксобрания Края Алексей Кулеш. Однако пока только для Железногорска, который он представляет в краевом парламенте. Депутат считает, что люди должны платить только за потребленное тепло по счетчикам, которые, по его словам, оборудование в большинстве домов. В этом случае счета за зимний период вырастут, но тогда платить станем по факту. А в теплые месяцы в расчетках за тепло будет 0 рублей. По его мнению, так платежи станут прозрачнее. Чем, мне кажется, эффективнее и удобнее оплата по факту, мы исключаем систему перерасчета. Перерасчеты настолько сложны, настолько запутаны, что даже специалисты не всегда могут быстро в них разобраться. Совершенно точно не потребуется никаких дополнительных законов. Утверждается форма расчета постановлением правительства Красноярского края. Но при этом должно быть мотивированное ходатайство местного самоуправления. Напомним, на прошлой неделе многим красноярцам пришли квитанции с огромными счетами за тепло. Суммы в платежках у некоторых выросли аж на 10 тысяч рублей. Это как раз следствие перерасчета за минувшую зиму. Как нам пояснили в Министерстве энергетики, края они уже прорабатывают вопросы о переходе на оплату за тепло по факту. Однако депутатская инициатива тут ни при чем. Тем временем эксперты высшей школы экономики впервые проанализировали уровень неравенства в России. По данным прошлого года, оказалось, что 3% богатых россиян владеют почти всем в стране. В их руках сосредоточены 89% всех финансовых активов и столько же наличных сбережений. Аналитики опирались на данные банковской статистики, в то время как другой источник Росстат делает анализ финансового неравенства в стране на данных налоговой, которые не совсем верно отражают действительность. По их данным, почти половина всех финансов принадлежит 20% граждан. 8-килограммовую опухоль удалили пациентки-хирурги 20-й больницы. 81-летняя пенсионерка обратилась к врачам с жалобами на боли в животе. Полгода назад женщина нащупала у себя в левом боку бугорок размером с грецкий орех. За несколько месяцев опухоль увеличилась в размерах до 30 сантиметров и стала причинять пенсионерке неудобства. Она с трудом передвигалась и не могла нормально есть. Оперировать пациентку в таком возрасте рискованно, но без вмешательства хирургов обойтись было нельзя. Опухоль могла вызвать серьезные осложнения. Хирург Николай След рассказывает, к операции женщину готовили больше недели, она длилась почти 3 часа. Врач признается, за 19 лет работы такое увидел впервые. До этого самая большая опухоль поджелудочной железы, уже гистологически верифицированная, была порядка 18 сантиметров. Как сейчас себя чувствует? Вполне нормально, я так думаю, что в понедельник мы уже выпишем домой к семье. То есть она уже на этой неделе начала ходить, принимать пищу, ходит по отделению, сама себя обслуживает, настроение у нее выздоравливается. И еще о хороших новостях. Девушка, которая спасла пенсионерку от сердечного приступа, нашлась после выпуска новостей. Напомню, Красноярку по имени Полина искали супруги пенсионера. Неделю назад на автобусной остановке девушка помогла пожилой женщине, когда у нее случился сердечный приступ. Незнакомка вызвала врачей, принесла стакан воды и исчезла. Осталось только имя и неправильный номер телефона. Пенсионеры в спешке перепутали цифры. Наша редакция помогла героям встретиться. Как это произошло, расскажет Альфея Ремеева. Букет цветов, ну да, хороший букет цветов. Пока супруга восстанавливается после болезни, Юрий Семенов спешит сказать спасибо почти незнакомой, но ставшей значимой для него девушке. Полина объявилась вчера, через неделю после первой встречи. 5 апреля пожилой женщине стало плохо прямо на остановке. Пенсионер вспоминает, без помощи посторонних точно бы не справился. Все было как в тумане. Даже спасительницу толком не разглядел. Переживает. Узнает ли сейчас. Полина, это ты или не ты? Нет, я. Да вы что? Да. Обычный, совсем не геройский поступок. Полину удивляет такое внимание. Она считает, не сделала ничего особенного. Разве можно было пройти мимо? Внезапно побелевшая бабушка на остановке и пенсионер суетливо ищет таблетки. Вызвать скорую уже проблема. Как это сделать с мобильного? Смотрю, девчонка стоит, а говорит, а я уже вызвал скорую помощь. Откуда ты появилась? Я обычно на машине добираюсь до работы. В этот раз, я не знаю, почему я поехала на автобусе. Первый я пропустила, думаю, ладно, постою еще маленько на остановке. Села на второй, который подъехал к остановке. Ну и вот так получилось. Если бы я на другой села, то я бы вышла на той остановке на космосе. Я бы прошла вот здесь по сокращенному пути, но я бы вас, конечно, не встретила. Теперь, когда номер точно записали правильно, Полина не потеряется. Договорились, будут общаться. Девушку уже ждут в гости. У меня своих бабушек, дедушек, уже никого нет. Поэтому с радостью. Альфия Ремеева, Илья Сенькевич, Седьмой канал. Приставы сдали злостного неплательщика алиментов в зоопарк. Мужчина отказался выплачивать деньги своей дочери. Накопился долг в миллион рублей. Ему запретили выезд за границу и изъяли автомобиль, но меры не помогли. Мужчина выплатил несколько тысяч только после 50 часов принудительных работ в Роевом ручье. А после снова стал игнорировать обязательства. Теперь ему грозит до года тюрьмы. О других новостях в двух словах расскажем далее. Минздрав предупреждает об угрозе эпидемии корень. Неблагополучная обстановка сейчас складывается в Новосибирске. В крае пока не выявлено ни одного случая заражения. Однако врачи решили подстраховаться и бесплатно привить 10 тысяч человек. Из-за сильной метели на трассе возле Норильска произошла массовая авария. Там столкнулись легковушка и микроавтобус. Пока водители оформляли ДТП, в машины врезались еще несколько автомобилей. В аварии никто не пострадал. Красноярский край занял четвертое место в стране по числу смертельных пожаров. Следственным комитетом сообщили, что за прошлый год в нашем регионе произошло 182 пожара, в которых погибли 189 человек. А сейчас новая серия юбилейного проекта Седьмого канала «Вспоминаем вместе». Каждую пятницу мы рассказываем о самых важных событиях города и края глазами наших репортеров с момента основания телекомпании в 1999 году. Сегодня о трех проектах Седьмого канала. В них участвовали несколько тысяч красноярцев. Может, и вы были среди них. Альфея Ремеева напомнит, какими было первое реалити-шоу на красноярском телевидении, кому понадобилось пять сезонов, чтобы победить в творческом конкурсе и как оранжевый цвет стал символом вежливости на дорогах. Смотрим. Это футбольная академия. Первая в Красноярске, да и во всей стране спортивное реалити-шоу. На кастинг пришли тысячи начинающих футболистов. Из 16 лучших организаторы хотели сделать звезд большого спорта. Главный приз – стажировка в ведущих футбольных клубах. Изначально планировали, что в проекте будут только игроки. Потом организаторы добавили девушек из группы поддержки. У нас тут сколько в Доме-2 будет? Купольные камеры в Доме-2 были точно такие же. И Ксения Бородина, правда, в качестве гостья. И все же здесь строили не любовь, а спортивную карьеру. Даже узнаваемое лобное место называли скамейкой запасных. Над проектом работали столичные специалисты. Учредителем был известный сейчас политик Никита Исаев, партнером клуб ЦСКА. После регионального проката спортивное реалити хотели запустить на федеральном канале. Но не сложилось. Саша, вот насколько мне известно, играет мини-футбол сейчас. Кирилл работает детским тренером. Дмитрий Чупров дошел до финала проекта. Памятные фотографии и ту самую форму команды «Красных» хранит до сих пор. Говорит, популярность тогда была огромной. Футбольную академию смотрел весь город. Но только в большой спорт никто из участников так и не ушел. Мы общаемся на уровне друзей в соцсетях. Общение в соцсетях, пересекаемся на различных турнирах. Сейчас временно не играют из-за травмы колена. Но вообще все ребята на виду. Здесь кто-то переехал в другие города. Много лет уже прошло, 13 лет все-таки. Куда они ехали? Пионер в лагерь. Все будет свободно, все классно. Мы потренируемся, мы все снимают. Мы тут еще за забор сбегаем. Еще что-то нет. И тут еще прессинг со стороны спорта, со стороны организаторов, со стороны ведущих. Это жестко. Ну прямо жестко. Их было, честно говоря, жалко. Хоть их и называли за глаза, естественно, коньячки. Но прямо их жалко было, хотелось подкормить. В авральном режиме жили не только участники. Режиссеры, редакторы, монтажеры работали сутками. Иногда сам шведов мчался с заветной кассетой в город, чтобы успеть на эфир. Сейчас тот опыт участники вспоминают как яркое приключение. Футбольная академия так и осталась единственной в своем роде. Таких масштабных и дорогих проектов на красноярском телевидении больше не было. Если мечтаешь мир покорить, если стремишься себя проявить. Эта песня стала гимном сотен участников проекта «Яркий я». Пять сезонов, начиная с 2011 года, седьмой канал проводил конкурс детских талантов. Итоговый концерт всегда проходил в Центральном парке в самом начале лета. Только в последнем сезоне финалисты выступали на сцене БКЗ. Не у каждого взрослого артиста есть такая возможность. И я яркий, я яркий. Снова исполнить гимн «Яркого я» мы попросили финалиста первого сезона. Тогда для победы Рутюняну не хватило совсем немного. Победителя определяли народным голосованием. Творчеством Григор занимается до сих пор. Его можно услышать на главных городских праздниках. У меня очень много проектов музыкальных, которые, я надеюсь, в ближайшем будущем будут процветать и радовать многих людей. Когда я вспоминаю проект «Яркий я», это самые такие теплые, яркие эмоции. И до сих пор мы с седьмым каналом очень сплоченно дружим, общаемся. Один победитель был только в первом конкурсе. Потом лучших выбирали по номинациям «Бокал», «Хореография», «Игра на музыкальных инструментах» и «Художественное чтение». Феномен был, наверное, Катя Бегунович. Она с самого первого конкурса «Яркий я» была с нами до самого последнего. И ей каждый раз не хватило каких-то вот буквально вот там нескольких баллов для того, чтобы победить. И все-таки в самом последнем проекте «Яркий я» она победила в номинации «Вокал» вот в своей возрастной категории. Проект закончился четыре года назад. Для участников он стал первым серьезным шагом в творческой карьере. Выпускники «Яркого я» учатся в музыкальных училищах и консерваториях. Десять лет назад в Красноярске появилось движение «Вы рулем вместе». Журналисты «Седьмого канала» так решили бороться с хамством на дорогах и повышать культуру вождения. Эстафету подхватили все программы телекомпании. Съемочная группа новостей отправилась в командировку соседней регионы посмотреть, как там решают дорожные проблемы. У нас тогда возникла тема, только возникли проплатные парковки. Воспотребляли, как новосибирские не бесплатно работают, что там за счет бюджета города есть специальная служба парковщиков, которые помогают расставить машины. Проект «Вы рулем вместе» вышел далеко за пределы телевизора. В 2009-м прошел автопробег в поддержку безопасного движения. Потом появилась серия обучающих роликов для школьников и дошкалян. Спортивные праздники на Красном кольце и у острове Татышев собирали тысячи человек. Документы ваши. Это же Красноярск. Символом акции «Вы рулем вместе» была оранжевая лента. Ее получили тысячи автомобилистов Красноярского края и других регионов России. И это было не просто украшение машины, а символ ответственности на дороге. За неделю красноярцы разобрали все ленты, которые планировали раздать минимум за месяц. Ходила легенда, если есть оранжевая лента, то инспекторы ГАИ точно не остановят. В ГИБДД видят обратную связь. Горожане стеснялись нарушать правила, когда становились участниками проекта. Прошло уже много лет, но до сих пор все сотрудники госавтоинспекции помнят это замечательное социальное мероприятие. То, что, во-первых, оно охватило огромную часть участников дорожного движения. Очень хорошие отзывы мы получали. Ну, тогда, наверное, интернет еще не очень был развит. Мы получали в виде писемных обращений горожан. Раскроем тайну. Седьмой канал планирует запуск нового проекта о безопасности на дорогах. Следите за новостями. О главных событиях второй половины апреля расскажем уже через неделю. Новую серию специального проекта «Вспоминаем вместе» смотрите в следующую пятницу в 19.00. Афия Еремеева, Владимир Фетисов, Дмитрий Комаров, Константин Соловьев. Седьмой канал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего 900. А с начала этого года в список добавились больше сотни новых. Управление архитектуры своей вины в этом не видит. Чиновники уверяют, все делали по регламенту и контрактов изначально заключили на все 3 миллиона. Просто подрядчики попались недобросовестные. Это было ненадлежащее исполнение подрядчиками контрактных обязательств. На основании этого управлением архитектуры было вынуждено в стороннем порядке расторгнуть ряд договоров на демонтаж рекламных конструкций. В дальнейшем демонтаж более 1300 незаконных рекламных конструкций разного типа и вида будет осуществлен в рамках как действующих контрактов, так и вновь заключаемых в течение 2019 года. Теперь принять меры после обращения прокуратуры должен глава города. Напомним, специалисты не первый раз критикуют работу городских рекламщиков. В этом году в администрации уволили замруководителя управления архитектуры Эдуарда Векисера, который как раз курировал эту сферу. По информации депутатов, именно по инициативе Векисера отменили аукционы на продажу рекламных мест, из-за чего бюджет города недополучил 170 миллионов рублей. Красноярцы собирают деньги для 8-летнего Льва Колесникова, больного раком крови. Уже два года родители пытаются вылечить сына. Прошли дорогостоящее лечение в Израиле, сделали курс химиотерапии, но это не помогло. После очередного осмотра у мальчика нашли опухоль головного мозга. Чтобы спасти ребенка, ему нужно было делать экстренную операцию, и сделали в долг. Стоимость почти 3 миллиона рублей. Теперь семья должна вернуть клинике эти деньги. Основную часть уже собрали, нужно еще почти 700 тысяч. Если вы хотите помочь, то можете перечислить деньги на счет папы Льва. Аркадия Колесникова. 450 километров на инвалидной коляске. Житель Ачинска решил поставить рекорд и доехать от своего города до Абакана. В прошлом году он уже участвовал в подобном эксперименте над собой, но на более коротком расстоянии. Из Ачинска он добрался до Красноярска. Сейчас путь в два раза больше к путешествию. Виктор Сибирин серьезно готовится. Тренируется по несколько часов в день на стадионе. Максимальная скорость, которую развивает коляска, 17 километров в час. На все путешествия, прогнозирует Виктор, у него уйдет примерно 8 дней. Такие поездки, признается мужчина, прежде всего способ преодоления себя. Что преодолеваешь? Страх преодолеваешь? Всего воли преодолеваешь? Это же хорошо, интересно. Голову ставит на место, мозги вправляет. И держи, сам с собой разговариваешь. Песни поешь. Прогноз погоды представляет магазин «Лилу». Скидка 20% на пальто из альпаки и весенние куртки. И теперь о погоде. Завтра, 13 апреля, в Красноярске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 1 градус, днем потеплеет до плюс 14. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2900-333. Свои фото, видео, а также текстовые сообщения присылайте на наши вайбер или ватсап. Номер телефона 8 391 2900-333. Еще больше интересных и всегда актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru и ищите нас в социальных сетях 7 канала. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова